Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 30 июня 2022 года. На улице 11 часов дня. Надеюсь, день уже или утро. 30 градусов жары. Каждый день жара, жара, жара. Горит всё ужасно. Кабачки мои начинают завязываться, но горят. Не знаю, что в этом году вырастет, понятия не имею. Вчера весь вечер обрезала листву в своих томатах в теплице. До первой кисти я так пасынковала. Как я вам говорила, томаты я веду все в один ствол. Пасынки все убираю. И вот видите, как стало редко, пореже и легко дышится, даже полегче дышится. Так, сорта у меня все позднеспелые, среднеспелые. Поэтому у меня ещё только цветут и только начинают завязываться. Все до первой завязи я их убрала. Здесь вот освободила местечко. Здесь у меня сидит кураж. Все. Разные сорта. Вот они. До первого этого кисточки я всё убираю. И они у меня в этом году немножко зажирели. Земля. Очень жирная. Потому что у меня древесная стружка с курятника. И я вон сверху посыпала. Типа мульчи делала. Такие вот видите, всё убрала. Один листочек оставила на всякий случай для завязывания. Все убрала листочки до первой кисти. И так дальше. Вот когда у меня завяжется получше вторая кисть, все эти листья я тоже уберу. И так постепенно, постепенно. Вот это вон у меня похоже на алтайский, наверное, на мёд. Вот это подписала называется. Ничего не держит. И стержень стирается, и фломастеры стираются, и всё стирается. Ну, буду вести до самого потолка, а потом прищипну. Пока пусть растут. Как хотят. Такую вот обработочку сделала. Каскад коралловый мой. Такие вот миленькие, хорошие. Люблю черрики. Но у меня вот этот угол, как я говорила, не раз какое-то место не очень. Ну, понемножку, понемножку завязывается. Покушать будет волю. Это у меня вот китайские. Один идёт, хорошо растёт, а другой слабенько. Что-то ему не нравится. А это вот, по-видимому, уличные попались. У меня жируют. Но есть и завязь. Так, дыни у меня. Вот, видите, как центральный ствол. Вот он идёт. Очень много завязи дыни. Не знаю, не буду умешиваться. Пусть само растение решит, что ему выкормить, а что сбросить. Видите, даже вот две. На центральный. Это младко-сладко сорт. И вот здесь, вверху, буду вот тащить. И огурцы. Ввиду Маша. Мы уже вот много скушали их. Огурчика. Видите, сколько было много скушали. И начала я оранжерею. Такую вот огуречную делать. И оставлять уже пасынки. На пасынках. Вот они вырастут, пасынки. На пасынке появятся огурчики. Я сощипну. Начала оставлять, чтобы было больше огурчиков. Так. Вот покажу. Вот он пасынок. И вон он огурчик. Вот этот я уберу. Ну, это я вечером. Невыносимо. Жарища градусов 50. Вот так. А вот на пасынке уже столько завязи нету. Ну, есть завязь. Вот он. Вот он. В основном идёт на центральном стволу. Так. Вот здесь у нас ничего нету. Ну, подожду. Если не будет завязи, значит, я уберу. Вообще обрежу вот здесь. А это у меня маркиза. Очень мало завязи. Там он обломал нечаянно. Ну, ладно. Будем ждать завязь. Пойдём дальше. Видите, как я пообрезала. Пообрезала. Потом... Вот он пасынок. Мне не нужен. Потом будем искать по описанию сорта. Скоро будем кушать здесь уже огурчики. Апрельские. Вот. Это толстый жирует. Чёрный маур. Так. Нужно убирать пасынки. И начал завязываться у меня арбузик. Так. Вот он, арбузик завязался. Если растение его не сбросит, значит, потом я эти пасынки уберу. Пусть ещё посидят. Если на пасынках не будет арбузика, значит, я их потом обрежу. На главном стволе. Бывает, идут на главном стволе. И бывает, идут на пасынках. Крематорий. Вот видите, как расчистила. Хорошо. Хорошо. Пасынки растут хорошо. Растение стрессует. Крематорий. У растения стресс. Это не болезнь. Так. И здесь вот так, как в этом году огурцов мало я оставила, посадила у теплицы, начала я на пасынках оставлять. Вот видите? Вот. Пасынок. И так каждый пасынок буду оставлять. А потом буду вести его такого. Здесь у меня не скоро поднимется вверх. По потолку на всю эту вот длину. Потому что точку роста прищепну у помидора. Им немного не надо кистей. Мне вот достаточно будет. Одна кисть. Есть на каком показать. Вот одна кисть есть. Вот вторая кисть. Вот третья кисть. Четвертая. Ну и вот пятая кисть вырастет. И я точку... Вот она пятая. И я точку роста прищепну. Немножко повыше. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Вот они, видите? Сейчас вот на этом пасынке появится огурчик. И я прищепну. Будем из куста делать побольше, чтобы взять огурцов. Обычно я люблю все вести в один ствол. Но тут в этом году нет выбора. Пока дождешься, на улице вырастут. Это в середине июля будет на улице. Но уже на улице начинаю подвязывать. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Заходите в осень. Как всегда буду рада. Вот показала вам, как я обрезала свои томаты до первой кисти. Убрала все листья. Вот они жирные. Надо осенью не полениться обработать хорошо, хорошо. Прям таким корить черным раствором марганцовки на зиму, землю обязательно. Чтобы не было никаких заболеваний. Начали завязываться красивенькие какие. Пока, мои дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова